На улице Искра, в районе дома 66, во двор многоэтажек, по сути, высадился целый десант энтузиастов. Представители Хостинской администрации, управляющие компанией, волонтеры. Они начали наводить порядок рано утром. Где местные жители? Местные жители, дождь с утра, поэтому выйдут сейчас, а то видят, то сейчас его выйдут. Но помощников в лице тех, кто живет в этих домах, на момент нашей видеосъемки не появилось. А район, хоть и выглядит с первого взгляда ухоженным, требовал все же генеральной уборки. Пассивность жителей, она ярко заметна, но я думаю, что с этим тоже можно работать. И в связи с тем, что большинство людей правильно понимает, что нужно жить в чистом городе. Также считает и директор стран СНГ Константин Затулин мусорить в своем же доме не к лицу жителям курортного города. Район тихий, спальный, и, конечно же, никто извне сюда мусор не привозит. Здесь дорогие автомобилисты устроили свалку мусора, который они не в состоянии, по состоянию здоровья, донести до мусорного бака. Поэтому выбрасывают прямо в обочину. Покосить траву, убрать сухостою, даже очистить от старых объявлений информационную доску волонтеры терпимо показывают пример того, как нужно заботиться о той территории, где живешь. Очищаем территорию от мусора, снимаем объявления. Общий городской субботник прошел на всей территории Сочи. Чище стало не только в общественных местах города, но и во дворах, и даже на самых отдаленных улицах курорта. Так, в Адлере на генеральную уборку вышли 625 человек. В Лазаревском районе более полутысячи. Там, где грязно, убрали. Там, где чисто, видно, что люди не мусорят. А это, пожалуй, самое главное, поскольку порядок в ежедневном режиме поддерживают сами дворники. Гелена Овсицына, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.